Миняйлов представляет. Имя Шерлок Холмс, адрес Бейкер-стрит 221-б. Дом превосходный. Мы его потянем? Миссис Хадсон, владелица, дает мне большую скидку. Услуга за услугу. Ее мужа приговорили к смерти три года назад во Флориде. Мне удалось помочь ей. То есть вы ее мужа спасли от казни? Напротив, ускорил ее. Шерлок, как я... Миссис Хадсон, пока. Да. Он такой. Вопрос. Зачем сказано, что у этой жертвы серийного убийцы многочисленные любовники? Именно многочисленные. Замужем не менее 10 лет, но несчастливы. Многочисленные любовники не были в курсе ее брака. Ради бога, все это фантазии только. Обручальному кольцу лет 10, не меньше. Все ее украшения регулярно чистились, кроме обручального кольца. Вот и несчастный брак. Внутри кольцо более блестящее, чем снаружи. Выходит, оно полировалось только при снимании с пальца. Работа у нее не физическая. Посмотрите на руки. Тогда зачем она снимала кольцо? Любовник. Но она бы не смогла долго скрывать свой брак. Вывод – череда любовников. Зачем сказано, что и у этой жертвы есть любовницы? Я их не выношу. Я тебя люблю. Когда? Скорей, возьми такси. Мой муж был счастливым человеком, жившим полной жизнью. Он любил свою семью и работу. И то, что он мог закончить свою жизнь таким образом – загадка и потрясение для всех, кто знал его. Зачем сказано, что серийный убийца наоборот – примерный семьянин? У вас за левым ухом пена для бритья. Никто вам об этом не сказал. Если это бывало и раньше, значит вы явно живете один. Но есть фотография двоих детей без матери, потому что ее изображение вы оторвали. Снимок старый, но рамка новая. Вы думаете о детях, но вас не пускают к ним. Отлученный папаша. Она забрала детей, но вы любите их. Итак, в Лондоне завелась новая напасть – серийные самоубийства. Убийца-самоубийц во всех четырех случаях поступал одинаково. Он давал жертве на выбор две пилюли. Одну с ядом, другую – безопасную. Вторую пилюлю съедал сам. Ладно, два пузырька, объясните. Хороший и плохой. Возьмете капсулу из хорошего пузырька, будете жить. Возьмете из плохого – умрете. Оба пузырька, естественно, идентичны. Абсолютно. И вы знаете, что в каком? Ну, конечно. Но я не знаю. Пропало бы удовольствие, вам ведь выбирать. С чего бы, мне это ни к чему. Какой мне смысл? Я не поведал лучшую часть. Что бы вы ни выбрали, оставшуюся возьму я. И мы вместе примем лекарство. Я не жульничаю. Выбор-то ваш. Вариант русской рулетки. Ужасающий весь мир. Готовы играть? Во что? В игру 50 на 50. Вы играете не с цифрами, а со мной. Во всех четырех случаях убийца выигрывал. Жертвы, по сути, заканчивали жизнь самоубийством, систематическим образом выбирая таблетку с ядом. С точки зрения голой вероятности, успех выбора должен был быть 50 на 50. Но убийца выиграл в четырех случаях из четырех. И дальше бы выигрывал. Четыре трупа – это не случайность. Голую вероятность подправлял человеческий фактор. А именно феномен победной интуиции. У убийцы она, интуиция, была лучше. Но почему? Тысячелетиями широко известно в узких кругах, что тот, кто ходок по блядкам, победную интуицию утрачивает. Жертвы русской рулетки из Шерлока Холмса – бляди. И об этом сообщено не случайно. А серийный убийца – примерный семьянин. И нерастраченной победной интуицией пользуются в свое удовольствие. Заодно и подрабатывает. У меня есть спонсор. Понятно, что вообще не интересующийся шлюхами будет просто поражать победными решениями. А это Шерлок Холмс. Архитектура лучшей серии Шерлока Холмса замечательным образом достроена конфликтом Шерлока с полицией. Вот показаны два особо ненавидящих Шерлока полицейских. Они такие же, как жертвы. Здорово, чудик. Я хочу видеть инспектора Лестрейда. С какой стати? Меня позвали. Почему? Он хочет, чтобы я взглянул. Конечно, ты у нас все знаешь. Да, Сави. И в курсе, почему ты дома не ночевала. Я не... А, Андерсон. Снова мы встретились. Это место преступления. Я не хочу, чтобы затоптали улики. Тебе ясно? Предельно ясно. Жена твоя надолго уехала? Не притворяйся, что догадался. Тебе кто-нибудь сказал. Твой дезодорант мне сказал. В каком смысле? Он мужской. Разумеется, я пользуюсь только мужским. Как и сержант Донован. Он почти выветрился. Мы войдем? Слушай, все, что ты тут предполагаешь, совершенно... Я не предполагаю. Саля пришла к тебе мило побеседовать, а потом... Эти полицейские такие же бляди, как и жертвы серийного убийцы. Такие же, как жертвы, потому Шерлока и ненавидят. Подобное к подобному, а иное ненавистно. Так что нисколько неудивительно, что сблядовавшаяся полиция не в состоянии прокусить хоть сколь-нибудь сложные уголовные дела. Так почему идете к нему? От безысходности, вот почему. Без Шерлока никуда. Потому что я нужен вам. Да, нужны. Что и говорить. Шерлок Холмс – прекрасный сериал. Но у всех сериалов, даже самых лучших, есть общий недостаток. Не разбираются ситуации, которые могут отпугнуть женскую аудиторию. Пади отпугни, останешься без зарплаты. В результате за бортом разбора оказываются самые важные для жизни мужчин ситуации. Самые важные для мужчин. А наша группа не задавлена этим ограничением. Итак, мужчины, хотите научиться легко читать тайны людей? Тогда, милости просим, принять участие в анализе методом дедукции самых интересных эпизодов из тщательно отобранных психологически достоверных фильмов. Группа ВКонтакте «Партизанская правда. Партизан». Ну, абсолютно бесплатно. Так, ну, у нас это серия лекций за то, что там происходит на Украине. Значит, вот одно из интересных возможностей. Я ни к чему не призываю, я просто говорю про возможности, которые существуют. Помните, что было с Гитлером? Гитлер, когда начинал войну с Россией, он был очень подвижным, молодым. Ему там сколько было, 52 года, что ли, всего на все. Ну, то есть крепкий такой подвижный мужик, да. Кто смотрел фильм, тот самый, как на бункер, видел, да, что в 45-м это была полная развалина. Вообще, руки тряслись, весь сключенный, это вообще был не человек. А давайте вспомним Ельцина. Значит, вот когда Ельцин к власти шел, это же был спортивный мужчина. Просто спортивный мужчина, да, красавица, что называется, подтянутый все. Проходит там три года, и все. Это полная развалина, вообще, абсолютная развалина, просто полная. Значит, пьет, ну, ну, я не знаю, просто вообще от него ничего не осталось. Даже до второго срока, до конца досидеть не смог. Так. Ну, а теперь мы, так сказать, порошенко перейдем. Если у кого-то есть желание, а не с порошенко, мы сделаем то же самое. И сделать это очень легко. Вам это интересно? Интересно. Не, но здоровье мужчины определяется здоровьем, отношением и философиям женщины, которые рядом с ним. Впервые мы со Слатой об этом узнали, читая народный эпос Джангар Калмыков. Но, в принципе, это встречается везде. Ну, и, так сказать, практика психотажа тоже это подтверждает. То есть, вот травмы убираем и Слатой, так сказать, как-то меняем философию жизни. А там какие-то боли проходят у меня. Правда, других потом появляются. Но какие-то проходят, да? Иногда передышки бывают. Значит, вот эти вот персонажи, Гельцина и Гитлера, они были абсолютными подкаблучниками со всех точек зрения. Значит, ну, у нас и Порошенко классика подкаблучника. Сейчас буду подтверждать все это каким-то образом. Вот смотрите, что происходит. Если мужчина подкаблучник и, значит, женщина все определяет, то вот возьмем Гитлера, да? В сороковом, в тридцать девятом, начиная с тридцать третьего года, по сорок первой до середины, там, где-то, до октября месяца. Он вообще воспринимался как супер-гений, как победитель, как вообще нечто, ну, просто невероятное, да, вот такой победитель, да и все. А к концу 41-го года, 41-го, ну, он уже стал восприниматься как пораженец. Ну, что он все проиграл. Ну, это та же самая история, что и с Ельцином. Значит, то есть, вот, пока он раздавал обещание, что дайте мне власть, и сейчас все, не, ну, там, в принципе, не что Ельцин, что Порошенко, это две абсолютно такие идентичные истории, я не знаю, так сказать, украинцы это замечают или нет, что Ельцин и Порошенко, это вообще два молочных брата, думаю, нет, не замечают. Ну, так еще внешне похоже. Ну, вообще, я уже встречал в интернете, да, а? По форме головы даже как-то похоже. По форме Порошенко. Квадранное. Да, с этим не поспоришь. Значит, вот смотрите, что происходит. Если женщины чего-то боятся, то только от того, что ее раскусят и посчитают дешевый шлюхой. Я не волнуюсь, слово шлюха. Я не волнуюсь, слово тупица. Я вообще никакие, дура, там вообще я все это не волнует. Единственное, что женщина волнует, это вот если ее назовут дешевой шлюхой, вот это сочетание. Значит, в принципе, как бы все примерно так, даром более-менее знают, без рассуждения, но знают, да, что вот есть альтернатива. Альтернатива или дешевые шлюха, или женщина, приносящая удачу. То есть, у Гитлера на шее сидела какая-нибудь баба. Пока, я не знаю, мне фамилия абсолютно без разницы, но пока он выигрывал, она считала, могла считать себя с полным правом. Значит, что она, женщину, приносящую удачу, вообще, так сказать, чуть ли не дело, там я, ну, все, как все положительные эпитеты, которые, возможно, это к ней относится. Но, как только Гитлер перестает выигрывать, получается, кто она такая, если она удачи не приносит. Дешевый шлюх, совершенно верно. И что начинают делать женщины, когда вдруг ее могут раскусить, вообще, на все эти темы вы вышли, изучая Антони и Костякова. Клеопатра, мы делаем супер-ролик по Антони и Клеопатре, это, это, ну, сравнить можно только с 16 октября, вот, там тоже был очень серьезный, там вот Антони, но это ролик будет. Антони, пока был с одной женщиной, был вторым человеком в Риме, ну, что-то вроде Жукова-Маршалов. Потом жена умерла, и он с другой, как бы, перешел во владение другой, и он вообще превратился в полное говно, который был величайшим военачальником, считался бы среди идиотов, так сказать, массовым, среди широких народных масс, считался великим военачальником, ну, как Жуков. Значит, а потом вдруг казалось, что полное говно и полный ноль. Только от того, что сменилась женщина. Понимаете, то же самое должно произойти, если женщина о тебе сменит свое мнение. Вот, если она считает тебя удачливым, вот, неизвестно с чего, вот она лишила удачливого начальника, ну, ладно, хорошо, давайте перейдем на более, тогда мы будем по спирали, да, возвращаться. Давайте сразу перейдем к Порошенко, а то там никто не знает, Гитлер какой-то, блин, никто не сера уже не помнит, значит, Ельцин. Ну, Порошенко, вот он рассказывает историю, да, что Донбасс бомбят, значит, эти самые атомными бомбами Россия закидала. Значит, дивизии там водолаза, конно-водолазной дивизии, значит, а дивизии ГРУ, там два-три новобранца, вот, легко уничтожают, там, дивизию ГРУ российскую, то есть, вот, перемололи все войска. Ну, блин, ну, бред для человека, мужчины, для мужчины, это бред. Но, вот, давайте для женщины, которые, вот, нифига не соображают, давайте возьмем Сладу, которую, вот, когда мы начинали с ней изучать, это все знают, что она не могла отличить пулемет от миномета, да, вот, казалось бы, до жопы с пальцем, вот, как можно это спутать? Однако, Слада это не понимала, абсолютно. Вот, смею вас уверить, что женщины, приблизительно то же самое, вот, тут у нас с полкомода, небезызвестная, была недавно, вот, 9 мая, на каком-то кладбище. Ну, если памятника Зои, в общем, не знаю, где там шел, очень памятник Зои, в Питере стоит, и послушала разговор двух женщин, она говорит, вы, стыду своему, вы, не знаю, кто это. Другая говорит, ну, ты что, это Зоя Космодемьянская, она телом заслонила образурую. Не, ну, вот, серьезно, ребят, понимаете, вот, женщина, они просто ничего не понимают, то есть, да, это фактически получается, что женщина слышит только оценки. То есть, допустим, вот, если Порошенко не хочет умереть, просто физически не хочет умереть, ему надо сделать так, чтобы жена жила в каком-то, так сказать, поместье, с которым не было контакта вообще ни с какими людьми, кроме, так сказать, ну, нанятыми, там, контролированными, они ей будут говорить, что вообще все побеждают. Что вот там прут эти русские дивизии, и китайские, может быть, еще, все закидали атомным оружием. А мы, горстка украинцев, мы всему этому противостоим, и мы побеждаем, это крупная победа. Кого будет считать, кем будет считать при таком рассказе жена Порошенко своего мужа, кем она будет считать? Успешно военачальник. Успешно военачальник, гениально военачальник, нет, представляешь, мы только с таким гениальным военачальником могут там несколько новобранцев, которые только что мобилизовали, громить просто дивизии игру, которых не существует, кстати говоря. Значит, ну, конно-водолазные полки тоже, ну и все прочие части. Ну, киев-то их, значит, доказательство. Ну, то есть, вот, не, ну, это герой. А как же их глаза открыть? Молодец. Это дело. Бодрый мальчик, совершенно верно. То есть, вы понимаете, что получается, что для того, чтобы все это вот держалось, вот, у Порошенко, вопрос о жизни и смерти. Если его жена догадается, что происходит в стране, и что там сплошной развал и провал, ну, как было в России. Не, ну, в России, за что Ельцин не брался, все разваливалось, зависит от типажа человека. Вот они вот подкаблучники, классические, значит, что Порошенко, что это самое, что Ельцин, за что бы он не брался, все разваливалось. Значит, народ любил Ельцин, а вот украинцы любят Порошенко, не скидывают. То есть, фактически, если хочется, если бы кто-то захотел удалить Порошенко, уничтожить его просто, то надо не какие-то устраивать, там, манифестации, там, куда, вот, не, ну, что делают, вот, куда-то там, в Киеве было. Значит, вот, устроили скандирование позор Порошенко. В каких-то городах, там, какие-то, что-то такое, там, кто-то скандирует, рискует, так сказать, быть арестованными. Значит, зачем? Это ничего не изменит, он как зомби, он ничего не решает. Все решает его жена. Но не словами, а своим отношением. Поэтому устраивать какие-то манифестации на глазах у Порошенко, это ничего не изменится. Ничего в системе не изменится. Но если то же самое начать устраивать где-то с резиденции, где сидит жена Порошенко, или Табаба, который у него, наверное, на это самое, все может очень резко измениться. Не, ну, отсюда контр-ход сразу понятен, да, что надо сделать Порошенко, чтобы... У него этот вопрос жизни-смерти, он же умрет, так же, как и Гитлер, как и Ельцин, он просто развален, а потом смерть, без времени. Вот, что бы надо сделать, вот, чтобы я сделал. Видите, Порошенко, да, чтобы выжить, выжить, просто элементарно выжить. Значит, ее спрятать в какой-то замок окружителями, чтобы она не было вообще там никаких контактов. Горы куда-то, да, но на Украине горки путевки. Значит, ну, значит, увезти ее в какую-то страну. Да, в Америку можно, допустим. Да, в ту страну, в которой верят, что русские, русские, ватники закидали все атомными бомбами там. Что просто вот вся армия уже там полегла на Украине, понимаете, вот, а я только знаю, две страны, где-то верят, а площадь, а Германия. Германия там очень много этих манифестаций, там, в принципе, люди интересуются войной, не так давно было, в принципе. Как вы интересуются войной, так они интересуются войной, то есть, в принципе, Германия в этом отношении, она, ну, насколько я знаю, значит, они этим интересуются. Ну, как бы манифестация, а вот, то есть, фактически ее желательно за какую-то страну, где верят в эти атомные бомбардировки, в эти уничтоженные дивизии, игру, иконно-водолазные полки. Нет, конно-водолазные полки, это всем понятно, что... Или, может, кто-то есть, кто не понимает, это все серьезно смотрят. Ну, так, я не знаю, же, нет, у Слаты бы, вот, она могла бы и не сообразить. Раньше. Не, ну, раньше. Я имел, Мурслата, раньше, это типичная женщина сегодня. Я помню, какое-то кино было, китайское. Значит, бутылки с горючей смесью. Значит, вот у них там какой-то танк японский атакует. Они начинают эти бутылки с горючей смесью кидать, куда? Внутрь танка. Я видел, как я не помню, да? Открытые люки, якобы, да? Нет, они начинают кидать, это корейский фильм, который, говорите, это у нас в контрольке был. Нет, они начинают это кидать на траке. А, ну, бессмысленно. Ну, бессмысленно я занять абсолютно, ну, понимаете, ну, блин, ну, вот женщина такая же, но, в принципе, и мужчины могут таким быть, например, в Китае, где, там, сороковых годах, ну, значит, вот они такие были, крестьяне. Не, ну, сколько фильмов, я помню, что они минометы соорудили, если я, что-то, что-то, такой минус делаю, да, в бочку засунули, и решили, что она куда-то попадет. Причем даже не шарик они сделали, а какую-то плоскую сделаю. Как, блядь, ты их делаешь так, чтобы она куда-то, по какой-то траектории полетел? Ну, это не, ну, вот такие представления у людей. На самом деле, войне надо учиться, так сказать, хотя бы даже эти вещи знать. Куда кидают жидко-это бутылку с горячей свечью, кидают на моторный отсек, это единственное место, куда есть, ну, хорошо, еще можно смотровые щели кинуть еще какой-то там, но, в принципе, это все быстро выгорит. Ну, единственное место, это вот моторный отсек. А кидать на траке, это, ты понимаешь, что такое траке? Хоть обкидайся на траке, это будет бутылку, и ничего не будет. То есть, фактически, если Порошенко, допустим, какая-то страна Польша, он там берет гигантские займы, если он будет приплачивать у Польши, допустим, какое-то количество миллиардов долларов, чтобы они изолировали его жену, то это продлит его жизнь. Не, ну, очень просто поставить. Плачу вам миллиард долларов, допустим, за то, что ни одна сволочь не проникнет в моей жене. У меня один порядочный человек. Ни один порядочный человек к моей жене не приблизится. Нет, просто я тоже смотрю, что делают, это сам ДНЛ и прочее. Они жилетческие приемы борьбы, я не заметил, чтобы они хоть что-то использовали. Даже примитивных вещей не используют, какие-то крестьяне, просто я не знаю, от Сахиш, что называется. Вам брендин это не нравится слава эти? Вы вообще патриот в Новороссии или как? Ну да. Ну да. То есть вам это не нравится, что они крестьяне, как крестьяне воюют. Ну... Нет, давайте, рассказывайте. Это у вас очень несогласное лицо. Не знаю, как-то странно, что они крестьяне, да, слышите. Ну хорошо, шахтеры, ладно, какая хребраница. Что делаешь, шахтеры еще приельцами? Сейчас тоже было. Они приходят там куда-то, начинают стучать касками по асфальту и по брусчатке. Вот что... Не, ну, блин, ну идите к даче, где живет или в замку, где живет эта самая жена Порошенко. Стучите там. Тоже жреческие шахтеры. А какого черта, а? Тоже жреческие шахтеры будут додуматься такого. Ну да, здесь... Не, но мы с Ренизом очень недоволен, что окажется, новороссы это... Ну да, вот как пулеметчики, возможно, они там и ничего. Но не пулеметчики выигрывают войну. НАТО придет, так сказать, ведет, там, а мы и Россия промолчит, и пипец там, это новороссам будет, просто задавит количество. Ну, десятикратное преимущество сделает. И не стократно. Да, могут просто начать попадать из артиллерии. А, не, а как вот все самое задавили, когда это сервус-то задавили. Там же, блин, оружие, кто был, там вот, я помню, кто-то рассказывал, и из этих самых, из сервов, кстати, кто-то рассказывал. Там, это Милошевича, то есть руководителя, значит, ракеты эти, управляемые высокой точности, в общем, я не знаю. В общем, одна ракета влетела в спальню, ему в квартиру, значит, а другая в соседнюю комнату влетела, так сказать. Но его не было, правда, в квартире. Но самого здорово, да, вот точное оружие, да, одна в окно влетела в спальню, а другая в окно кабинета. Это, предположим, из Каддафи был такой же слух. Из Каддафи был такой же слух. Ну, да. Если бы захотели, попали бы. Да. Не, ну, все-таки у нас надо понимать, что вот, нет, вот есть подход к войне, такой, как у нас показывал этот майор, который приходил, сидел тут. Не хочется поздравить и трепать его фамилию, но у нас есть семинар есть, который там с этим самым. Он таких вещей не понимает. Существует один, единственный, два фактора победы в войне. Это качество оружия и тренированность бойцов. Технократический пунктик. Не, ну, блин, это, ну, это крестьянин, вот, понимаете, вот, я вот это называю, ну, крестьянин. Для меня крестьянин, это ругательство. Нет, крестьянин, это не потому, что он с земли упас, а потому что он единоличник. Единоличник и никакого коллективного разума он не образовывает, он эти вещи не понимает. И он не поймет, зачем этот ковпак в партизанском отряде устраивал строевую подготовку. Для них же это непонятно. Или девочек, так сказать, каких-то тетек сильных, там, 22-25 лет не брал в отряда, а там какие-то 15-летних брал. Что это он такое делал? Или дедов каких-то там брали и устраивали у ковпака, значит, суперуважение к старикам. Да, дедушка, он там уже ему 80 лет, он еле на Малану, что называется, дышит. А ему весь почет и уважение на этом самом, в отряде, что такое? С точки зрения военной, да, вот, бред. А на самом деле все очень умно. Нет, родим, я же не призываю ничего, я просто говорю, если очень хочется убить Порошенко, давайте посмотрим, как это делалось в других местах, в другие времена. Нет ничего нового под солнцем, под солнцем все уже было прежде, под небесами. Значит, в женщина есть вещи, еще раз повторяю, в женщину есть вещь, которая не страшно бояться, что их разоблачат, они все из себя корчат, вот что они какие-то небесные создания, приносящие удачу, не, ну, подождите, а какой от нее толка, она делает толком, ничего не делает. Если она приносит удачу, то есть я обязана таскать вниз перед ней, падать на коленях, кормить, обывать, угождать, ей все обязаны. А если она дешевые шлюхи, никакую удачу не приносит? Только вреди. Выгнать тогда. Не, ну, все вообще просто, пустое место. Хочешь, вреди, не хочешь таскать, вот в печку на топку ее запустить, там, на мыло можно. Просто выгнать. До конца я все равно могу понять. Вот, допустим, жена Порошенко поймет, что Порошенко вовсе не победитель. Она тут же начнет защищаться, что он не победитель. Вот, если она поймет, что он не победитель, она моментально поймет, что она не женщина, приносящая удачу, а дешевую шлюху, и это она начнет сразу и непременно скрывать. А скрывают женщины, каким образом? Они тут же начинают уничтожать свидетелей. Вспомним эту самую, как она называется, Геббельс, фрау Геббельс. Она уничтожала всех тех, вот у женщин есть припись такая интересная. Они хотят, чтобы их труп выглядел привлекательно. Женщины не стреляются в голову, они стреляются в сердце. Стреляются, а? Или травятся. Или травятся. Вот она, если стреляется в голову, то это безболезненная смерть. А когда она стреляет в сердце, то она в огромной степени вероятности промахивается, а дальше просто истекает кровью и долго-долго умирает. То есть она хочет, чтобы ее труп выглядел привлекательно. И поэтому она будет уничтожать всех свидетелей, которые знают ее истинное лицо. И те, кому она вообще-то интересна. Кому была интересна фрау Геббельс по большому счету? Немцам как в целом? Да и нахрен она им была не нужна? Вот просто, да, они ей аплодировали. Геббельс? Но если покопаться в других исторических примерах, то видно, что часто женщина следит, чтобы сначала умер этот самый, а потом умирает она. Так было в этом самом, в Антонии Клеопатрии. Там, кстати говоря, это яснее и понятно. Сначала, значит, делается так, что умирает Антоний, потом она убивает ту, которую на перстни свой разврата, то есть кем она развратом занималась? Это Ира, там, служанка. Ну, это будет ролик, торопиться не надо. А потом только она травится сама. А что было с Гитлером? Никто не знает, как умирал Гитлер. Вот вошли в комнату, фрау это самое... Как это-то? Ну, Ева. Ева, Браун и Гитлер. Потом туда зашли, лежат два трупа. Что там было? Кто первый умер? Скорее всего, Гитлер. Скорее всего, Гитлер, совершенно верно. Тут женщин ничего не может сделать. У него такие вот реакции. У гнилой женщины, я имею в виду. У гнилой женщины. Потому что с точки зрения истины и служения истины, они не должны были покончить с собой ни Гейберс, ни Гитлер. Они должны были дать подробные указания о том, как все это делалось и происходило в этой самой третьем рейхе. Не, ну сейчас люди что-то там, это начинают какие-то книжки изобретать. Сколько было двойников там у Гитлера, понимаете, можно такую серню навести. И поэтому вот их самоубийство, это, ну, война против истины. Так, Рынген, ну что я с вашей точки зрения говорю не то. Я вспомнил фильм «Безумие», где тоже сначала ребенка она убила, потом... Совершенно верно. Совершенно, да. Я подумала, что почему ей так необходимо убить его. Она сама хочет умереть, потому что ее разоблачили как дешевую шлюху, да? Но если она умрет, то освободится вместо вакантного, он найдет другую женщину, и при этом муж начнет опять подниматься, это самая невыносимая для нее. Да, еще одна самая невыносимая мысль для женщины. Я говорю, ты тоже вот в верхушек невыносим, что если она умрет, а придет другая женщина, и он станет более удачлив, эта мысль вообще просто вот уже, ну, все, понимаете, придачи вот они нет, вот это у женщин вызывает страшную боль, вообще просто невероятно. Я помню, как мама это говорила, что невыносимо, что если потом она жизнь с другой женщиной лучше будет. Поэтому я от него не уйду. Если будет женщина вторая лучше, то автоматически все равно может разоблачить. То есть если вторая лучше, значит, мировая была хуже. Да. Ну, для женщины, например, я просто еще раз посмотрю, видите, вот эти, они все подкаблучники. Гитлер, Порошенко, Ельцин. И если хочется кому-то с ними бороться, то скандировать, с какими-то там плакатами стоять перед окнами его офиса, или чего он там, я не знаю, это трата времени и сил. И ни к чему это... Это не только, это не просто трата времени и сил. Это вредительство на самом деле. Потому что... Ну-ка, сладко, ты тут мне что-то на эту тему хорошо говорил. Закалка, тренировка, что-то такое. Что-то мне классно говорил. Нет, он двойная мир. Кутузов говорил, что не надо трогать драпающих этих французов. Чем меньше мы их будем трогать, тем больше их подохнет. То, что мы на них нападаем, только они мобилизуются, объединяются в отряды и бодрее становятся. Тот же самый случай. Все стало, да? Тот же самый случай. Понимаете, вот у нас что было? Ну, вот уходят эти самые французы. Мыслитель великий Кутузов говорит, не трогайте. Они сами подохнут, блин, в этих снегах. Не дайте им спокойно идти, и они подохнут в наших... Нет, там партизаны полезли. Какая-то партизанка была, Василиса, там вот какие-то женщины, еще что-то такое. Они шли и нападали. Ну, не только женщины, еще гусары, которые ничем от женщины отличаются. Они шли и нападали на этих вступающих французов. Французы мобилизовывались. И уходили. Никто не считает. Даже не важно, что они, так сказать, подстреливали какое-то количество этих самых гусаров, да, гусаров, там, или партизан, так называемых, христианских. Значит, это не важно, что они их подстрелили. Главное, что они сами... У них все мобилизовывалось, и они вот в большем числе вышли живыми из России. Из пораженцев они превращались в бойцов. Да, из пораженцев. Я-то чудомыслив, извиняюсь, я не ловил, как связано. Если вы будете ставить, чтобы сдох Порошенко, а если сдохнет Порошенко, то это очень серьезный фактор войны, потому что придет другой правитель, начну сразу оплевывать Порошенко. Ну, это тоже закон, да, и умирает или уходит один правитель, следующий начинает его оплевывать, да. Значит, вот придет следующий правитель на Украине, он будет оплевывать вот эту вот войну, которую учидил Порошенко, все эти вот, как они называются, реформы, которые они устраивали вхождение. Это вот идиотское, и которые не будет, кстати говоря, в ЕС. Вот это начнется сразу оплевываться, оплевываться. То есть с точки зрения нормализации ситуации на Украине, желательно, чтобы скорее сдох Порошенко. Значит, ну, русские спецназ посылать не будут уж нахрен, это нужно, посмотрим на этот театр со стороны. Для нас это учебное пособие. А для украинцев им все равно, да, вот, и все-таки хотелось бы жить более прилично. Так вот, совершенно две разные ситуации. Если ты будете скандировать, что все, позор, проиграли, уроды, блин, бездари, если вы будете скандировать под окнами этой самой резиденции жены Порошенко, то Порошенко скоро сдохнет. Потому что жена вынуждена будет признать, что она не приносит угрозы. Под угрозой этого она начнет защищаться, уничтожать свидетелей. И один из свидетелей, главное, это вот ее муж, который все просрапан. Значит, а если вы будете устраивать те же самые манифестации, что сейчас на Украине делают, под носом у Порошенко самого, то это только укрепит и самого Порошенко. И вообще весь этот вот режим, который, я не знаю, как хотите, называйте преступные, идиотские, там, не собственного. Просто режим Порошенко укрепит. Мобилизует, да, крови будет больше, просто-опросто. В случае с Наполеоном, должна была информация докатиться до Франции, и там местные женщины должны были понять, что их армия драпает. Так, я не разбирал вот эту ситуацию, но Наполеон, как неправая сторона, тоже, так сказать, у нее какая-то женщина была, то она поименная, я не знаю, там, Джозефина какая-то, не помню. Значит, я не знаю, вот я эту историю с ним не знаю, но во всяком случае, когда он зашел в Москву, Москва сгорела, и они остались, собственно, с какой-то куцей добычей посреди снегов, и двигаться не могли. Это было понятно, что это проигрыш. И понимаете, вот нельзя, вот ты или выиграешь, вот ты полез в какую-то драку, ты должен постоянно выигрывать, там, я не знаю, как Александр Македонский, да? Стоит тебе опуститься, если ты не товарищ, стоит тебе оступиться. Ты пиздец, ты обрушиваешься и умираешь. Если вы помните, помните, каким он был, когда он вступал в домоке, лазил там, очень бодро. Блин, спортсмен был, фактически, как и назвать его, иначе спортивного вида мужика. Что с ним стало через 3-4 года? Там еле говорил. Еле говорил. А вспомните, что было с Гитлером, какой он был бодрый, посмотрите, 39-й, 40-й год, а посмотрите, как он выглядел в этом самом. Его не снимали, а в бункере просто восстановили. Как он выглядел? Да так нереально, чтобы люди это самое старелись, такой скоростью. Просто вот в обыденной жизни. Оказалось, тем не так вот они схватывают. Смотри, сколько спротивляющих и непонимающих. Так, ну кто у нас тут, ну и декорина, вы что не понимаете? Скажите, пожалуйста, кто тут будет. И сейчас следующий вы. Не, ну я не знаю, по идее-то, вот почему человек становится, да, вот таким, ну, стареет на глазах. Потому что он видит, он видит, как бы совершает предательство, и с каждым разом все больше и больше. Или как? Так. И здоровье человека зависит от образа мыслей его жены. Я не виноват, что вы не читаете эпос, а я иногда читаю. В частности, я читал Джангар, этот самый, чей-то эпос. Как это халмысский? Халмысский эпос. Ну и Листа, там, это Астраханская область. Можно я объясню? Что? Это Козин объяснил. Что, давай, давай. Что, фактически, здоровье мужчина зависит от того, желает женщина ему здоровья или смерти. Вот Клеопатра, она у контрапупила Антония не... Я не знаю, как Клеопатра слаб, ничего. Ну, в общем, я не знаю, не важно, что не знаете, в общем, Антоний зарезался. Ему не пришлось там стареть пять лет. Педагог, ёб твою мать. Давай, бей, то самое. У тебя мало Гитлера и Гитлера и Геллисона. Клеопатра бесполезно, я сказал, будет ролик там во всем тоже. Анатоний Клеопатр, не для них, это пустой звук. Педагог, черт. Говори другое. Что никто никогда не знает, в чем Антоний Клеопатр. Кто знает Антоний Клеопатр в совершенстве о чем? Что он не совершен. Кто знает, кто знает, кто знает. Погнали, кто же плохо, я понесу. А кто читает это в переводе Каншина? У нас есть два вида перевода. Значит, много-много стихотворных переводов. Там очень сильные искажения смысла Шекспира. Но в конце 19 века выходило собрание сочинений Шекспира в переводе Каншина. Он там же стихотворными делами не следил. Мне тогда за счет этого совета купили собрание сочинений 19 века Каншина. Я читаю его. Там смысл часто, если сравниваешь с поэтическими, просто небо и земля, ничего общего. Так что если читать Шекспира, даже если вы будете знать наизусть стихотворные переводы, то вы можете во многих местах сильно ошибаться. Потому что читать это надо, переводить тяжести. В интернете есть. Слад ты что, обиделась? Несчастный такой случай. Не обиделась просто несчастный. Просто несчастный. Я безантояна-клеопатр расскажу. Я безантояна-клеопатр расскажу. Я безантояна-клеопатр расскажу. У себя расскажу. Чем-то ты физически. Физически подойти его ножом пронуть. или подойти приказать застрелить или повесить сказать может так уничтожить а может просто изводить до смерти мужчина начнет чахнуть умереть два способа убить так я смотрю им это неизвестно вот обычную бровой будет готовой так давайте так всем которых жена уважает мужик он живет очень долго и часто он живет дольше чем у жена а в обычных семьях которых вот мы вокруг видим до пролетариат инженеры так называемые до жена на нисколько не уважает своего мужа у нее нет ни малейшего основания уважать он потому что он умирает как мы знаем на 15 лет раньше жены но не всегда это это не не биологически предрасположено это просто определяется уровнем развития мужа и выбором иметь себе жены не но вообще с вами рассуждать и хочется начинать очень издалека умирает потому что жена понимает под конец жизни что его не уважает судачки уважает она хочет был сдох а он вы вы и все прочие которые тут вам во множестве вокруг водятся они все всю жизнь начиная своей маменьки тренировались угадывать желание маменьки и потом всяких тетенек и эти желания выполнять и вот ваша жена которую вас на шее хочет чтобы вы сдохли а вы автоматически выполняете все желания что будет догадайтесь это да понятно как только женщина понимает что муж ничего не добился значит она не принесла ему удачи у разбитого круто сидит и на и да то есть на билет до 50 он еще может держаться и до 40 потом где-то вот считается 40-летних мало 50 то уж тем более становится понятным он ничего не добился это что значит она же глава 7 фактически это значит что она дешевые шлюха все дальше она начинает его резко ликвидировать потом страдает изображает страдания женщины естественного нет ничего сто раз говорили на разных семинарах если она страдает означено изображает страдания она знает что постыдно торжествовать по поводу мужа зона наш не может прям сказать блин наконец-то вздох в этот олух который своим тем что он не тем не стал меня разоблачал что я давно я действительно давно но я не хочу чтобы об этом знали так чем мы не согласны с чем я говорю про украину давайте блин начнем с конца украины лучшая страна в мире летать да не есть недостатки нет то не знает это грязанина троида так достатки есть серьезные не то что не согласен мне больше не понятно вот какое надо женщине сформировать мнение чтобы она воздействовала нам вот понятно что муж отыгрывать все ее желание а вот то что конкретные не а вот мы так раз это обрисовывали что надо создать ее впечатление что он победитель и гений всех времен народов вон не ну то что делает порошенко с украины но всякие вот эти идеологические вещи можно подумать что все это делает он ради народа ну вот начинает больше все победа нет добавить сюда блин систематический вывод техники запланированные 19 у нас все погибших кто начинает показывать съемки достать в этой скотла дебальцева блин бесконечные там бескрайние поля с этой техникой труп там валяются но уж точно 19 какие-то начинают рассказывать что там в общем про большие потери вот а порошенко говорит о победе которая достигнута под дебальцев кому эту хуйню запаривать население украины тоже казалось да не нужно это никому население украины украина будет выполнять то что хочет правящая пара и это самые порошенко и его баба а на практике вообще просто его баба так вот достаточно всю эту пургу который там потереть не уйдет на это сам на украине донести до жены порошенко одному единственную человеку и вся украина будет значит во первых выступать за порошенко во вторых заниматься всеми теми делами который прошел творить но включая вывода этих миллиардов то это границу значит она будет все продолжаться вот этим заниматься вот есть демократическая концепция общества что вот люди собрались все они с копом решили и вот что то такое там происходит вот если исходить из этой концепции то будешь делать бессмысленные вещи вроде скандирования значит собирания и скандирования под окнами у порошенко что ты скотт уходи и сама сваливай да значит вот из этой будет делать но и это неправильно это ни к чему не приводит они воюют уже второй год и что и ничего и дальше будут воевать с таким же нулевым результатом а думаешь то есть пока порошенко скорее всего не сдохнет граждан украине покажешься правду о они думают а там упак покажите народу украинность управду ничего не изменится потому что эту правду на показать одному единственному человеку жене порошенко или той бабе которые у него на шее сидит который все определяет народу безразлично они просто ну а народ меня это фигня понимаете она ни на что не влияет он придумает какую-то какое-то объяснение без разницы придумает он нажрется обосрется я чё там хочет сделать грядину ну вот в том ты и штука заключается что нам всем говорят такие значительные люди я в какой-то очереди стоял за билетами железнодорожными там что-то такое бит какой-то то впереди человек говорил это самое вот выбор и такое уважение к народу не она у нас там участвует какие-то уже в каких местах это самое выбором считаются действительными если проголосовала 5 процентов населения 5 процентов населения фигуре и вот человек в этих условиях значит все выборы это очень замечательное учреждение и это проявление огромного я стою слушаю вырублен скажите пожалуйста вы где живете вы откуда вы да я вот из сибири как по анекдот тем для народ ничего не определяют тут и штука а у нас какая-то было вы мы не будем воевать и будет него а мы же лев зимой смотрели на там они двое разговаривают два короля говорит блин как если мы договоримся войны не будет у народа вражды друг друга не будет если мы не договоримся народы возненавидят друг друга все прямым текстом классного то есть мы о чем еще боремся на всех этих семинарах мы пытаемся сказать что ребята та картина мира который вам написала мама в детстве а потом усил усугубили это все в школе такие же тетеньки все это хуйня это вообще не работает и вот мы пытаемся эти закономерности достать вот каким-то образом изменить и говорим о тех практических действиях которые надо чтобы ты смог это изменить и какой-то успех жизни иметь в частности да ты должен образовать не подкаблучную пару остав товарищем установить смочь построить женщин нормальные взаимоотношения результате у тебя будет интеллектуальный скачет и ты будешь со всем справляться не хочется признаваться что пока это тетка сидишь идиотом люди готовы себя признать так ладно вы себя признали идет женщина вас оказывает ли я не конечно оказывается когда большой маленький а какие шрифты на вас оказывают дешевые дорогие я вижу сколько дешевых шлилок но это вы тут приспосабливаете а в глубине души все-таки думать мы не такая что она дешевые то есть и похуй я тоже так на словах конечно могу сказать что я признаю зала заю но очень короче а я тоже упорный семинар семинаров вот и будем были в случае за случаем разбирать ли пока на хрен не надоест нет блин на схвате надоело рассказать какие-то вещи она поменяла мировоззрение но не так как этот володя нечая пытался не через лекция через психкатарсис через изготовление роликов через творческую работу так ладно вас не буду спрашивать у вас чем-нибудь обвинять кого бы спросить то блин давайте рендин значит предположим вы украинец предположим вы там я не знаю с одессы на еще чем больше короче вы решили прекратить вот то что происходит так у нас был показан пока если было власти все разваливалась и какие бы законы не придумывал там дума какие бы там блин чуба там не писали кто-то там чтобы там я не знаю и движению за ничего не менялась и главное дело измениться не могу единстве что можно было сделать со страной это чтобы сделать так чтобы сдох этот самый ельцин и на его мисс пришел тут другой тогда появлялся это такая перспектива значит так вот вы кто кого кем мы его назначили ну ладно в донецкой области там вы или такой полевой командир ладно хрен с ним президент донецкой области что вы будете делать чтобы прекратить эту фигню которая там происходит если с точки если вы знаете что надо угрохнуть этого самого порошенко взял бы роту там и пошел бы во дворец к жене скандировать нет но за сам не но он повторил повторил конечно это все правильно вряд ли бы такой рецепт час назад ну в общем какие-то там видимо какие-то способа не надо иметь ввиду что на самом деле все это очень сложно потому что если и порошенко потому президента что он все-таки такие вещи соображает и там все каждый человек куплен перекупленные в окружении его жены нету там же может даже один человек изменить ее вот это отношения если куплен перекуплен можно еще раз перекупить ну в общем вот этим надо заниматься лучше женщин собрать а не роту спецназа бабушек каких-нибудь шин вернуть на что нас эти подкой машина до уши подкой она была забрать бабушек до который матери допустим солдатские повезти туда чтобы они совершенно очень короче я не знаю точно рецепт но надо какие-то эксперименты проводить что-то как-то так это вообще делал но не мужики если соберутся начнутся обсуждать все может то что там читал когда там может той истории занимался дачу очень короче надо делать а рот спецназа вот рот спецназа плохое решение на мужиков не будет слушать они все козлы в ее представлении кто такие мужчины плохое решение выглядит плохое очень плохое не рота спецназа это ну понятно вот смотрите вам пошел на старшие девочки должны быть да не а ну так вот она же воспроизводит ситуации то есть ну вот всякой женщина она в школе да она пытается угодить старшим девочкам из женского сортира дошкольного значит ну так она живет принципе кажи кажи всю жизнь да то есть она попытая пытается у как это называется угодить старшим девочкам найти авторитет не является ли женщин пробовать во всяком случае вряд ли же она где-то там на транспаранте или в комнате у себя на стене написала для меня авторитет мари ванна там с 55 лет или там чего не а ну пожалуйста если это надо искать знакомых по сортирую значит ее по школьному да просто серьезно пишут мы читали недавно что там любимая актриса гитлера какая-то русская разведчица чехова если она любим актриса гитлера он мог ее познакомить со своей евы браун допустим а то я чем шепнет ну да я на этот парадок скажешь любимая актриса гитлера было это русский разведчица чехова актриса не но в эти игры играют я не знаю в какой степени все мы отводить и делая на это не новость на просторах истории до могло там не честно с фсб до могло выродиться фсб а могут и знать я не знаю я туда не входит вот но тут я знаю похоже физическое устранение порошенко не подходит надо именно через жилого действия стали же мог гитлера убить но не стал ну я не очень вникал в эту тему я собственно основную зарегулированную идею так вот собственно глагол чтобы забыть и не вообще а то не при охвате занимают да и вот тут еще один ролик лес меня вообще это порошенко на хрен до лапочки в общем ты видеть и украин дал он просто вот сверкнул этой идеи вот ее чтобы не не думать они не помнят вывалить ее на семинаре я не забыть и женщина убьет того порошенко лично убьет порошенко может не но в любом случае понимаете там справит на украине не один человек а правящие парам и же это разбираем до 3 например 3 см начинаем но это тоже само людей то есть для того чтобы что-то изменилось на эту саму значит надо убить или жену порошенко у там может все быстро не набрать если убить жену порошенко то порошенко быстро потерять власти и вы удивимся через месяц уже будет другой то что сделал товарищ сталин у меня тоже была женщина с которой он делил власть они на этом в темном светлом я расстал анонси и наши длина да пойди ты ее найди она одна стойди жила на 35 лет старше сталина значит блин ну и поди ее на 1 ах это видео вычисли ее как ты и вычислишь наш волну никому не придет то есть у него была полная безопасность вот эта женщина она жила более естественной жизнью поведом и чем она жила но все выше того звезды что называется не но блин на на кладбище где хранились эти самые шаманы вот и у нее там было это самая землянка но вернее ну из мушки землянка но вкопанные очень и она там жила до 108 лет не хуй себе да то есть я говорю вот кабинах статьи в принципе всем известны они ну так всем известно заинтересованным людям известны они берегут и ограждают тех с кем они реально в паре находится и жена порошенко 1 не ходит что-то ее даже по телевизору не показывает я всем случае не видал внутри там было какие-то были трючки насколько я знаю большой вопрос можно она это была не она так что на самом деле это вообще это не так вот на самом деле это большая разветвленная работа и коллектив сколько-то сот человек я среди на обращаюсь вам какое-то учреждение надо будет создать несколько человек очень умных людей которые думали экспериментировали на эту тему трудно быть президентом донецкой республики на вот это трудно дежурным быть оценка отлично завязать прекрасно прекрасно да не но это дежурным только особенно стараться не надо мы тоже сам сослата вот концепция да не надо выкручиваться не надо набирать чтобы 150 человек или 350 человек в совете надо самим измениться в частности вот мы сейчас с латы и качаем что у нас разделяет славы чеки делов опременные по результативности тем то есть на самом деле это вообще старая и в дзен это есть изменить себя и все вокруг тебя изменится то есть если ты хочешь бороться с коррупцией встань сам честно перестань врать и тренируйся а это самое наворачивать как в этом самом там на украине только пытаюсь там это кого-то хватают и пытаются в у нас уют там что-то кого-то снимают кого-то сажает у нас же нет таких вот этих вот компании да по принудительному превращению честно не вот но вот есть ты хочешь это изменить там начинать самого себя был сталин честный человек вот было другой государства совсем с другой результативностью абсолютно другую результативность так да я вот сейчас читаю книжку бывшего секретаря сталина вот еще в первые годы фамилия бажанов вот он пишет что который уехал да кто уехал вот он там пишет что сталин абсолютно не занимался вот там не следил за выполнением каких-то распоряжений которые там партия там ну как сказать постановила и так далее причем там занимался как он пишет что типа только там хотел свою власть укрепить вот но как бы даже из этого понятно что то есть что сталин вот как бы занимался не такие мелкими какими-то вещами на чем-то более глобально так правильно читать который был принят шаманами вообще в любом области где был не оказывался пусть заниматься контролем нахрен это надо когда он достаточно изменить самого себя ну та же концепцию у нас ослата блин чё мы тут у вас строить когда он сами меняться и тогда шут изменится во всем совете а то что мы на совет влияем очень сильно это же видно да у нас уже 10 раз уже десятки раз волос если тоска то на всех разум тоска нападал если хочется повесить то все хотят повесить разум ну и так далее а был еще волна все хранили меня его тогда счету я нового в волны разные речь экзотически вышешь поделать нашу совет закрылся ну и это хорошо ладно наверно все тогда вопрос ладно вам понятно что вам надо делать если бы вы были президентом донецкой республики партизан в общих чертах да то есть нужно изучить интересы ну позараться изучить интересы этой жены порошенко создать какую-то группу женщин которые так или иначе попадают и соответственно чтобы они вещали о том что война проиграна в общем а смысл ситуацию так все это устроено и посылать не роту спецназов а 100 человек баф желательно чтобы они было прошлое сортира той школы которой училась на прошлом то есть выяснить какой школе она училась реально могут врать на эту тему все что угодно и никто и школе она на самом деле учился не и она не она из блин это же все время история показывает потом выяснять чуть не тот человек был что у нее документы рассчитан все поменяны до путают следы все время потом да даже стали на другие даты рождения называл то есть это еще все придется до целых следовательского учреждения чего это раскапывает так что это сложная организация но и в принципе на украине ситуацию может изменить группы интеллигенции из киева например но они просто интеллигенции они за умные люди соберутся вместе устроить коллективный разум разберутся что происходит и ударяя его контракут от этого порошенко через его жену пальцем при этом не шевельнов так вот строится история они разве не под влиянием находятся этой пары не новые под влиянием пока вы нулевка мы же как раз тебя занимаешься мы выходим или из-под влиянием и выйти но и изучаем способы выхода из-под влияния и ведь из-под влияния можно только перейдя в товарищеские отношения и образовав светлую структуру внутри же не думал что он крайне не но как бы соображающего человека не плачки есть нам поможет даже трое в таком случае нам с украины немало людей помогает просто удивляешься молчать без фамилий даже из нынешнего киева так ночью я так смотрю не так легко воспринимается те которых тут дрючим годами на семинаре они как-то быстрее схватывают или они боятся проявить от тех кто давно на семинаре сопротивление не чувствовать этих нет ну что во всем нужно сноровка закалка тренировка ничего страшно дышь левый вот раз расслаблены да я вспомнил серию пару есть там одна серия когда пару там была темная пара мать и сын и они управляли все и когда пару раз облачил мать она убивает сына и сама себя убивает классный шоу засели я не помню название там какой-то праздник был и его пригласили на праздник потому что вот эта писательница почувствовала что там что-то не то что-то там да я не помню сейчас название все правильно абсолютно правильно все по все абсолютно правильно то есть в очень короче правящая верхушка если она по-настоящему правящие она пользуется совсем другой концепции общества чем то что вот это вот электорат пользуется вот я не знаю как хотите угодно строить свою жизнь раз меняют пытаюсь поменять посредством семинара нету что там я ничего не меняю тогда я провожу семинар я сам что-то понимаю мы прошлый семинар сделали я вот не выложил да вот который уже для этих для умных идет значит он породил ролик который мы приляпаем сейчас заканчиваем приляпаем концу семинар мы не выкладываем семинар дима не дай бог не выкладывать и мы его можем выложить так поставок приляпаем концу вот этот вот ролик который мы сейчас делаем так вот просто я не понимал вопросы мы сидели тут обсуждали думали вот так ну ладно спасибо за внимание